Поборется за серьезные вещи. За Антоном Шипульным под десятым номером убегает Фридрих Пинтер. Одиннадцатый номер это еще одна норвежская звезда Тарей Бео. Переземля Эдер Абраменко, Долрес Таргуев, Граф Хофер. В общем, в первой группе заявлены многие, в том числе и Бьерн Даллен, который побежит. Сразу после Гаранчева. Умопомрачительная связка у Стюгов, Фуркат, Гаранчев, Бьерн Даллен с 22 по 25 стартовые номера. И здесь же 27 у Якова Фака. Бео в прекрасном настроении. Любит сюда приезжать. И понятно, что силы у спортсмена есть. И это мягко говоря. Тарей Бео идет на 18 месте, но ибо пропустил он целый декабрь. С точки зрения генеральной классификации позиции невысокие в Сочи. Восьмым был в последней гонке. И, как мы помним, в эстафете норвежцы не выиграли. Не очень удачно он отбежал, в том числе и в индивидуальной гонке. Но, тем не менее, самочувствие хорошее. Мы общались из боя со Свенсоном, и они это нам подтвердили. Андрей Дереземля. Вот тот самый человек, который, как и Пайфер, зачастую очень хорошо выступает как раз на морозной ханты-мансийской земле. Посмотрим, что будет на этот раз у него. Главные специалисты, кстати, по югре в пилотоне. Это Фуркат. Три победы, одно серебро. Пайфер. Две победы, четыре серебра. Свенсон. Четыре победы, два серебра, одна бронза. Ну и, конечно, Бьерн Даллин. Две виктории, два вице-чемпионства и ни одной бронзовой награды. Последний раз на подиум в хантах наши парни попадали год назад. Шипулин, помните, был третьим в масс-старте, а вот побеждали достаточно давно. Три года назад. Черезов в спринте. Ну и вот то, что наши мужчины могут второй раз подряд выиграть Кубок наций. Такого не было никогда. Пока у команды три таких трофея. Сезон 95-96, 2006-2007. Ну и прошлый год. Ниже второго места, начиная с Холменколина. Пять гонок подряд не опускается Мартен Куркат. И на момент старта восемь побед в сезоне. Это повторение личного рекорда прошлого года. Эмиль Хегли Свенсон практически первое появление. Да, начиная с новой МС-100. Холменколин, Сочи, пропуск этапов. И понятно, что очень было скучно без Эмиля. Прежде всего Мартену Куркаду. Ну, посмотрим, как начинается сегодняшняя гонка для фаворитов. И видим, что Моралец похуда. Лучший ход на отметке полтора километра. И он выигрывает. Сначала секунду у Свенсона. Но, тем не менее, на отсечке километр 800. Двукратный олимпийский чемпион уступает 0,3 секунды. Ну, мы помним, что Эмиль перенес весной операцию на колени. Даже какое-то время после нее передвигался на костылях. Примерно то же самое было и у Евгения Устюгу. Затем потихонечку Свенсон начал работать на велотренажере. Чуть снизил общую нагрузку в тренировках. Много работал на стрельбище. И все это дало свои результаты. Но по-прежнему в личной гонке вот уже добрых, наверное, 3 года. Любители статистики меня поправят. Если это не так, Эмиль Хегли Свенсон не может сработать на 0. Был нацелен перед сезоном на победу в общем зачете. Но в итоге этого второй год подряд нет. Ну, а что касается Мартена Фуркада. Он совсем скоро выйдет на дистанцию. И очень долго мы с ним беседовали. Вместе с нашим продюсером Алексеем Криворучко. Задавали вопросы. И здесь я отмечаю, что Фуркад как раз про горы. Говорят, что он вырос на высоте 2 километров. Довольно рано встал на лыжи. В 10 лет уже начал заниматься. Но сначала это было сплошь баловство. Он говорит, что если Симон Труженик великий, то я большой разглядяй. Многое дается по таланту. Но сейчас, конечно, тренируется очень много. По большому счету сказал Фуркад не по барабану, где выступать. В горах, на равнине. Главное, чтобы было хорошее самочувствие. Которое у меня на разных высотах одинаковое. Ну и понятное дело, что уже понимает, является настоящим суперменом мирового биатлона. И уже все-таки, ну, стал такой более степенный, что ли, Мартин Фуркад. Анев. Ну, болгары по-прежнему. Конечно, подопечные Николая Захарова не могут похвастаться и серьезной сервис-бригадой. И вот на ваших экранах Захаров, опытнейший отечественный тренер, который работал в Советском Союзе и тренировал команду Голоруссии и много других коллективов. Но Красимиранев в свои 25 лет безусловным является серьезным биатлонистом, который один из лидеров команды и неоднократно занимал достаточно высокие места. Ну вот километр 800 метров. Сейчас мы отмечаем не самое серьезное начало от Антона Шипульна. Полутора километровка говорит нам о том, что Шипулин проигрывает Дарью Бео. Сейчас около 10 секунд. Бео и Дереземля лучшие показатели имеют. И 11,4. Ну вот посмотрим, что это. Может быть не самая хорошая работа лыж. Накануне, кстати, Дарья Доброчева сказала, что человека 4 добрых на спуске ее обошли. И она категорически была недовольной работой лыж. И отсюда заняла не самое высокое место. Но Турабергер устала. И в этом смысле далеко не все могут пожаловаться на, скажем, подготовку инвентаря. Вилухина напротив отметила, заняв четвертое место, что чувствует себя здорово. И уже отошла от горестных моментов Сочи, которых было хоть отправляй. И снова и снова хочется вспомнить, добрым словом, Сашу Челюбова, доктора мужской команды, ушедшего из жизни неожиданно скоропостижно на сочинском этапе Кубка мира. У нас будет, кстати, большое интервью с Вилухиной для программы. Мы поговорим сегодня и с героями мужской спринтерской гонки. В общем, как всегда, в 15.40 в субботу не пропустите, следите за повторами. Ну и на Спортбоксе, на сайте России. Два уже в Ютьюбе быстрого выкладывают все и так далее. Так, Шипулин при Пинтеру на отметке 2,6 км проигрывает 12,8. Ну что ж, Антон начинает не быстро. Любопытно, что это все-таки, потому что мы знаем, насколько способен он мощнее пройти дистанцию. Сейчас, пока на данный момент, мы Антона в числе лучших не наблюдаем. Но, если говорить про Пинтера, то 2,6 км он прошел даже быстрее. Пусть на 2,5, но тем не менее. Итак, Мартен Фуркат на дистанции. 23-й стартовый номер и стрельба Эмиля Хегли Свенсону, увы, оставшаяся за кадром, но точная, безукоризненная совершенно. Итак, Эмиль сейчас будет атаковать показатели американского спортсмена Бейли. Секунду и три десятых, выигрывая у представителя США. Так, Бео Пинтера уже выигрывает на отметке 3 км. Выигрывает немного семь десяток, но все-таки попадает Клемен Бауэр. И обратим внимание, кстати, что вот эти спортсмены и Свенсон, и еще несколько человек попали практически в абсолютный штиль. То есть ветер, казалось бы, волновался минуту назад, но потом дал возможность лидеру и всем тем, кто идет вместе с ним, отработать здорово. Андреас Бирнбахер! 31-летний немец, завоевавший две серебряных награды на предолимпийской неделе. Это было в индивидуальной гонке и в эстафете. Вполне вроде бы может быть довольным, но далековато был в спринте. С одним промахом только 23-й результат. Внимание! Антон Шипулин подходит к стрельбе. Отставание от гири земли 13-ти секундное на подступах к рубежу. Молодец, Антон! Посмотрите, как здорово болеем, а! Вот она наша публика. Молчание во время стрельбы и, конечно, возгласы в тот момент, когда спортсмен попадает или не попадает. Научились болеть на уровне мировых стандартов. Культура болельского победения. Все очень здорово. Но пока Шипулин шестой от Бирнбахера в 7 секундах. Бе! 24-летний норвежец. 91% точных попаданий на Алешки. В нынешнем сезоне выглядит блестяще. Они люди-праздники вместе со Сенсом. Как только видят камеру, начинают активно... ...работать, так скажем. Понимая прекрасно, чего от них ждут. Вот это шоу, это праздник, это общение со зрителями. Андерсон, молодой тренер, но уже набравший авторитет в команде. Микроклимат в сборной, кстати, улучшился после ухода Левгрена. Ему, конечно, спасибо за очень непростую, ответственную и хорошую работу. Но нужно было что-то в норвежской команде менять. И вот это сделали как раз. Но посмотрим, что касается остальных наших. Сейчас уже начнут проходить они контрольные отсечки. Любопытно, что на двухкилометровке прекрасно прошел Флориан Граф. Рэму круга показывают частенько. И понятно, что от австрийцев ждут результата. Вот он, он, немецкий тренер австрийской команды. Но пока все-таки с натяжкой выступает эта сборная. Прорыва особого не случилось в нынешнем сезоне. Но после прошлогодней безнадеги Гёсвайнеровской, это фамилия тренера, мы наблюдаем прогресс. Эдер после первой стрельбы. Он первый. Соответственно, Шипулин 16,9. Проигрывает небыстрое начало. Ну и вот сейчас, посмотрите-ка, 30-й номер. Уже пошла вторая группа. Это Алексей Волков. В домашних условиях стартует спортсмен из Югры. Еще один подопечный Захарова. Ждем, когда к отметкам наши подойдут. Ой-ой-ой, у Стюгов 23,7. Самый плохой разгон. Ребята, многовато как проигрываем. 23,7. 22-м стартовал и 22-й результат у Стюгова. Полтора километра. Ну что ж, я думаю, такие отставания, наверное, неужели не угадали наши сервисмены с подготовкой лыж сегодня. Досадно. Гораничев 19,7. Но все как под копирку. Много уступают на отметке полтора километра. Очень слабое начало. Очень слабое. Напротив Фуркат. 7,3. Лукаш Хофер идет на второй позиции. За ним Симон Эдер. Расторгуев из сборной команды Латвии. Ну что ж, посмотрим сейчас, какой разгон у Волкова. Но в самом деле, что касается того, что демонстрируют российские спортсмены буквально после первого километра, есть ощущение того, что что-то не так. И вот уже километр 800. Гораничев 22 секунды проигрывает. Очень много. Получается у Шипулина сейчас лучший разгон. Зангем Биатрик. Седьмой результат с Ландертингером в 7 секундах от Хофера. Но граф сейчас отстрелялся просто прекрасно. Посмотрим, что покажет итальянский спортсмен, который здесь в Канты-Мансийске был призером чемпионата мира пару лет назад. Куркат 2 километра 600 метров. Еще быстрее прошел Хофера. Выигрывает 12,7 секунды. Итак, двухкилометровка. Гораничев идет 18-м. 22 секунды. Берндалин тоже начал. Ни шапка, ни валка. 22,4. Шипулин 21,23,7. Устюгов уверенно замыкает число спортсменов, которые прошли отрезок двухкилометровый. Проигрывает 26 секунд. Женя, 26 секунд. Но, может быть, еще и с учетом возвращения из Сочи. Функциональная яма, которая тоже, разумеется, бывает. И нельзя не учитывать ее. Сколько дней у нас прошло после того, как мы вернулись в гор? Собственно, прилетели в понедельник. Ну и сегодня получается пятница. Третий-четвертый день проблемный. Отсюда, может быть, есть еще у нас вот такой неудачный по началу результат. Но что будет в стрельбе, посмотрим. Ян Савицкий, кстати, из сборной Казахстана. Вот кто показывает крепкий результат на протяжении последних гонок. И все чаще я называю эту фамилию. Идет на шестом месте. 14.70 под Мартеном Пурката. Пуркат выигрывает уже 15 секунд на отрезке 2.90 километра. Наши! Наши! За Бьерндалином, который 19-й. На отметке 2 километра 600 метров. Гараничев плюс 28. Шипулин плюс 29. Устюгов плюс 23. Но мы помним, что Бьерндалин тоже шибко хорошо себя не чувствовал в горах. Мы в самолете с ним перекинулись несколькими словами. Он сказал, что да, действительно, как-то рассчитывал, что пойдет немножко по-другому. Вообще, Ули Айнер молодец. И вот уж воистину, дай бог ему здоровья для того, чтобы как можно больше он выступал. Чаще радовал нас хорошими результатами, что не всегда получается. Так, ну стрельба Моравица, это, конечно, здорово. А тем временем на стрельбище Фуркат. И не просто Фуркат, а в компании Устюгова. Устюгова уже догнал сейчас спортсмены сборной Франции. Но с другой стороны...